Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мой Сад. И сегодня речь пойдет о семенах огурцов. Мой любимый огурец для закрытого грунта это зазуля. Сегодня я вам представлю несколько видов гибридов огурцов. Сорта даже не затрагиваю, потому что они не такие урожайные. Кто-то может со мной не согласиться. Пишите в комментарии, какие сорта огурцов вы любите. И сеете, высеваете их каждый год. Но мой любимый это огурец зазуля. Единственное, что мне бы хотелось, чтобы он был покороче, чтобы он был как засолочный. Огурец зазуля можно и также и на окне выращивать. Потому что этот огурчик не требует опыления пчелами. Он самый опыляемый. От сходов до уборки 45-48 дней. Но знают его, наверное, все. Вот. Решила попробовать дядю Степу. Парнокопитический гибрид с пучковым заложением завися. Огурчики без горечи, замечательный вкус и аромат. Ранний спелый парнокопитический гибрид. 42-45 дней от сходов до плодоношения. По 2-3. В каждом узле завязываются плодов. Длина 14-17 см. Превосходного вкуса урожайность до 13 кг с 1 м2. Квадратного. Вот такие огурчики будут у меня в тепличке в этом году. Сафомини. Это уже огурец у нас голландской селекции. Потому что новые семена предлагают российским огородникам овощесеменовочных культурных ведущих европейских семеноводческих компаний. Вот здесь у нас Нидерланды Сименис предлагает нам такой хорошенький гибрид. Вот тоже похож чем-то на Зазулю. Мини огурец. Вот здесь написано пчелопыляемый гибрид. Значит все-таки гибриды у нас делятся на опыляемые и неопыляемые. Внимательно читайте пакетики. Значит Сафомини только в открытый грунт. Далее похожие на Зазулю. Это настоящий мужик. Седек. Среднеранить и невыносливый. Профессиональная серия. И китайский змей. Такие китайские огурцы. У настоящего мужика до 9 килограммов с метра квадратного. Срок 45-54 дня. Он среднеранний. Зеленцы выровненные. Блестящие. Длиной 30-35 сантиметров. Вот такие длинненькие огурчики. Сепсат представляет китайский змей. Неприхотливый. Вкусный. Длиной до 60 сантиметров. То есть вот такие огурчики могут вырасти. Попробуем видео. Потом конечно обязательно я вам выложу летом. Вот. И пишут, что по срокам появления первых сходов сравним с известным гибридом Зазуля. Вот. Чего мне хотелось добиться найти огурчики похожие с Зазулей. Потому что по запаху даже этого огурца его ни с чем не спутаешь. Ну и для теплицы в том году был у меня посеян вот такой Герман. Фирма Семенис. Предлагает нам тоже. Это европейская селекция. Вы наверное его тоже знаете. Он пользуется спросом. Конечно цена на него на порядок выше, чем на нашу российскую селекцию. В каждом узле образует до 6-7 стандартных, ровных, не имеющих горечи корнишонов. Длиной 10-12 сантиметров. Очень рекомендую Герман. Проверен в Сибири. Также Кураж. Отличный. Хороший. Огурчик. Ну вот. Его еще не приобрела. Но в том году он у меня тоже был. Кураж. 48-50 дней до всходов. Масса огурчика 120-130. Вот такие еще корнишоны небольшие. Сантиметров они 10-15 длиной. Но для засолки думаю будет в самый раз. По крайней мере по картинкам это вообще супер. Вот от Гавриша. Опять от автора. Два таких огурчика. Луховицкий и Малахольный. Так. Вот смотрите. 45-50 дней от сходов до блатоношения. Зеленец длиной 10-13 сантиметров. Массой 100-120. 2-4 завязи. Может образовывать 8 килограмм с одного растения. С букетными зависями. Малахольный не требует опыления. Первоклассный для засколки. И очень скорость. Белый. Вот огурчик. Можете поставить на паузу и почитать. Всю аннотацию. Все рекомендации. И все описание к этому огурчику. Вот. И сохраняют даже схожесть на протяжении 7 лет. При оптимальных условиях хранения. Купил один раз. И на 7 лет хватило этого огурчика. Вот такой хорошенький завязь. 4-8 в узле. Вот с такими большими завязями. Ну, букетными. Еще есть два огурчика. Еще есть два огурчика. Это голландской селекции. Эколь и Адам могу еще посоветовать. Вот тоже хорошие огурчики. Картиночку вам поставлю. Можете тоже в замедленном виде. Потом их посмотреть. И описание тоже будет. Из наших еще хорошие огурчики такие. Маша и Алешка. Да. Вот одного своего дитятку я нашла. Дидя Степа. Алешку хочу. Он тоже супер. Урожайный. Хрустящий. Каждый цветок огурчик. Очень ранний. И Маша вообще бьет рекорды. А 38 дней. От сходов до плодоношения. 6-7 плодов. В каждом узле. Представляете. Вот. Стоит обратить внимание на Машу и Алешку. Вот такие еще гинго. И маленький разбойник. Ну, захотелось попробовать. Для пленочных теплиц и укрытий. И также для открытого грунта. Гибрид. 43-45 дней. Формирует уже только 2-3 плода. Ну, и вот. Если вы посмотрите. Вот по количеству формирования в кисти плодов. Цена пропорциональная. То есть, чем меньше количество плодов. Тем дешевле будет стоить огурчик. Чем будет больше. Да. Если там у Маши 6-7. То и цена будет у нее выше. Чем у того, у гинги. Или у маленького разбойника. Так. Вот здесь даже не пишется. Да. Сколько формируется. Растение женского типа цветения. Просто написано. Со склонностью к пучковому заложению завязей. Зеленцы короткие. Масса 60-80 грамм. Можно как потреблять свежим мини. Мариновать. Засаливать. Но урожайность 13-16 аж килограмм с 1 метра квадратного. И еще один такой огурчик для разбавления общей массы. Это белый ангел. Новинка. Корнишоны очень нежные. Без опыления. Попробуем летом. Поделюсь с вами мнением о нем. Тоже от автора. От профессора Гавриш. Вот. Белый ангел. Средний спелый. Да. Тут уже 50-55 дней. Да. Начиная с Маши. Это 38 дней. Дальше пошел. Например. Герман у него. Что-то было 45. Да. Ну. В основном 45 дней. От сходов для благоношения. Вот. Белый ангел. У него уже побольше 50-55 дней. Так. А зазуля 45-48. Ну. В пределах этих. До 60 дней. В основном огурцы. Нужно их посеять. И потом кушать через 60 дней. То есть. Если зазули в теплице. Мы будем уже кушать. Где-то 10 июня посадим. На рассаду в конце апреля. Для начала мая. То в грунт я буду высевать. Без всякой рассады. Просто парничок под дуги. Это начало июня. У нас в условиях Западной Сибири. И эти огурчики мы уже будем кушать. Где-то там в июле. В конце июля. Вот так. И в конце лета тоже можно посеять. Еще в теплицу. Еще один ряд огурчиков. Чтобы можно было в свежем виде их употреблять. До конца осени. Глубокой нашей осени. Ну вот что. Вот этот зеленец белого цвета. С редкими бугорками. И тут образует всего 1-2 завязи в пазухах. Но он интересный. И тоже заслуживает внимания.